Зеленый коридор, отдельный канал связи и современные реанимобили. Самарские медики готовятся к чемпионату мира по футболу. Уже сформирована команда, определены главные медучреждения, которые будут отвечать за здоровье участников и гостей первенства. Алена Алешина о службе, которая спешит на помощь. Алло, скорая. Диспетчеры скорой принимают свыше тысячи вызовов в сутки. Именно здесь решают, куда поедет бригада врачей. Во время Мундиаля появится еще одна отдельная линия. На нее можно будет позвонить, если кому-то из игроков или болельщиков потребуется помощь медиков. Хотя скорая будет работать скорее на подхвате. Основная работа ляжет на специальную команду врачей, их 250. Дважды в неделю они проходят обучение, отрабатывают навыки на манекенах, попутно подтягивая английский. Чемпионат будут обслуживать новые реанимобили. Часть уже красуется в автопарке станции. Начинка самая современная, что немаловажно, когда жизнь пациента висит на волоске, говорит Станислав Глазков. Он следит за качеством медпомощи на скорой. Функция монитора есть, которая позволяет мониторировать жизненно важные функции. Это сердечный ритм, электричество активность миокарда, неинвазивное замерение артериального давления и пульсоксиметрии. То есть здесь специальные есть манжеты, датчики, которые выполняют анализ жизненно важных показателей организма человека. Новое оборудование завозят и в больницы, ответственные за чемпионат имени Середавина и Пирогова. FIFA очень тщательно следит за выполнением стандарта. Есть специальная комиссия, представитель, именно который курирует медицинское направление. Практически полностью сейчас скорую помощь мы привели к этим стандартам. Есть и достаточное количество медикамент, есть и хорошее оборудование, позволяющее медицинскую помощь оказывать в достаточном количестве и на высоком уровне. Людей пока не очень много, к сожалению. Выстраивается логистика, объекты, на которых присутствие медиков обязательно. Это базы размещения, гостиницы, тренировочные площадки, фестиваль болельщиков и, конечно, сам стадион. Мобильные бригады расположатся на каждом его уровне. Известно, что во время матчей на Самара-арене будут дежурить не менее 11 машин скорой. Но на работе их коллег в городе обещают, это никак не отразится. Будет отдельная координационная веточка, которая будет работать только на объекты чемпионата мира. В то же самое время служба скорой помощи города Самары будет работать в своем обычном режиме, без уменьшения парка, с теми же специалистами, которые есть на сегодняшний день. Выделят и зеленый коридор, чтобы без пробок доставить пострадавшего в больницу. К слову, норматив, за который скорая обязана уложиться, не изменится. 20 минут. Алена Алешина, Дмитрий Столяров, Новости губернии.